Обычно, когда инструмент очень долго идет, идет размашисто, то есть с большими паранормальными барами, это значит, что если в инструменте появится какой-то ближайший уровень, то скорее всего с первого раза он его не пройдет. То есть это дневка. Но если вы перейдете на короткий таймфрейм, и на коротком таймфрейме вы увидите, что на пятиминутном графике движение маленькое, поступательное, вот здесь, как здесь, то эта картинка не сработает. Почему? Потому что на коротком таймфрейме движение маленькое и поступательное. То есть, когда вы видите, что мы подходим к уровню на больших барах, безоткатных, и очень долго идем, и на пятиминутке мы видим тоже большие паранормальные бары, то это ведет, видите, это к отбою или к ложному пробою. Идем дальше. Предпосылки к пробою, нет, это не то, вот, сори, сюда идем, вот. То есть большинство людей будут фиксировать прибыль, так как впереди очень сильный уровень. Но если на меньшем таймфрейме появляются бары, которые поджимаются, видите, то есть если мы видим, значит скорее всего инструмент дальше продолжит движать. То есть нельзя в данной ситуации с уверенностью сказать, что дневка, дневка, прямо здесь лучше. Почему бывает такое, что бары на большом таймфрейме очень большие, а на маленьком таймфрейме они очень маленькие. То есть если вы видите, что на больших таймфреймах мы очень резко подходим, то скорее всего на маленьком таймфрейме, маленьком таймфрейме инструмент, если будет вот так поджимать на маленьких барах, то скорее всего мы дальше пойдем вниз. Вот он как раз, подход на больших барах, смотрите, видите, вот. Подход на паранормальных барах означает, что впереди нет сопротивления, да, то есть вы понимаете, что если инструмент очень сильно летит, значит впереди нету сопротивления. Что такое сопротивление? Это лимитные игроки, которые стоят впереди. Это по-простому стена, которая стоит перед движением. Видите? Но, опять же, это про большие паранормальные бары. Разница между большими паранормальными барами и вот этой картинкой очень большая, потому что здесь просто может быть длинное безоткатное движение, например, акция может пойти с 30 долларов до 50, а здесь акция идет большими паранормальными барами. Ну, как я уже сказал, если на меньшем таймфрейме, вот как здесь. Видите? Инструмент идет медленно, значит, скорее всего инструмент дальше проходит в ход. Так, идем дальше, это же то же самое. Вот, дистрибуция на старшем таймфрейме. Теперь я объясню, что такое дистрибуция. Это когда идет геповые разрывы, видите? После аккумуляции, то есть после того, как инструмент набрал позу, он начинает отпускать инструмент. Как только вы видите, что в инструменте появляются геповые разрывы между дневными графиками, значит, скорее всего, мы уже подходим к своей эпогее. То есть, скорее всего, мы закончим свое движение. И желательно, желательно, чтобы эти бары были большими паранормальными, и их обычно 3-5. Больше я не видел. То есть, я не видел ни 7, ни 8. Обычно это там 3-5 бар. Поэтому, если вы видите, три больших бара, и они паранормальные, и они, мало того, еще с гепами. Скорее всего, что движение в инструменте заканчивается, но не забывайте. Для ложного пробоя обязательно нужен уровень. То есть, для вот этого движения обязательно должен быть впереди стоящий уровень. Это похожая ситуация только в обратную сторону. очень важный фактор. Смотрите внимательно. Очень многие не поймут. Объясню. Открытие АТАРа с более чем половины до уровня. 80% времени этот инструмент ходит один АТАР. Кто не верит, возьмите любой инструмент евро, новозеландский доллар, GVP, и вы увидите, что 80% времени инструмент проходит один АТАР. По Форексу это там 67, 60-70 пунктов по евро-доллару. По GVP 120-130, там по новозеландцу свое. То есть, каждый инструмент проходит приблизительно 80% времени один АТАР. Если вы видите, если вы видите, что инструмент открывается очень далеко от уровня. Кто смотрел и смотрит, и у меня в телеграм-канале, кто видел, я часто очень, когда инструмент далеко от уровня закрывается и открывается, я практически никогда не даю рекомендации по этому инструменту. Почему? Когда инструмент далеко открывается от уровня, ему нужно пройти очень много энергии. И скорее всего, такой инструмент попадает подверг. Но, если инструмент, видите, вот здесь на коротком таймфрейме, пошел вверх и стал возле уровня, а это называется так называемым прилипанием, то скорее всего этот инструмент дальше пойдет вверх. То есть, что я вам сейчас рассказываю? Я вам сейчас рассказываю предпосылки для того, что когда вы начнете торговать, вы спокойно можете это все записать, зарисовать. Как только вы начнете все это торговать, вы будете понимать, какие в инструменте предпосылки для, например, ложного пробоя или отбоя от уровня. Видите? Инструмент на дивном графике закрывается далеко от уровня. Не просто там, как в той картиночке было пол-этара, а далеко от уровня. Видите? Инструмент подходит к уровню, но закрывается далеко от него. В данной ситуации лимитный покупатель или подавец оказывается сильнее и мы ожидаем здесь ложного пробоя или отбоя от уровня. Но если после отката цена снова идет к уровню, значит покупатель набирает энергию для дальнейшего движения. Видите, вам полностью все здесь раскрыто и расписано. Дальние ретесты, смотрите внимательно. Кто не знает, что такое дальний ретест? Это когда цена идет к уровню, который был раньше не менее одного месяца назад. Дальние ретесты обычно приводят к ложному пробою или отбою от уровня, потому что стоит большое количество лимитных ордеров перед уровнями. С первого раза пробить инструменту очень и очень тяжело. Особенно если инструмент подходит к уровню, который был больше месяца назад, да еще с глубоким откатом. Важно, если инструмент консолидируется перед уровнем и нет глубокого отката, то уровень скорее всего пробьет. Видите, у вас полностью все правила, полностью все правила. То есть вы должны учитывать, видите, здесь нигде нету слова паттерн ложный пробой. Нету, потому что ложный пробой паттерн. Это просто какая-то картиночка, если инструмент пробил или не пробил. А теперь вот я вам показываю картинки, которых нет ни у кого в интернете и которых никто не понимает. Это так называемая V-формация с накоплением и V-формация без накопления. Вот это V-формация без накопления. Обычно V-формация без накопления с первого раза не пробивается. Инструмент здесь обычно делает либо отбой от уровня, либо ложный пробой. Но есть такие картинки, которые называются V-формация с накоплением. Она может идти сюда, отстоять здесь и пойти вверх, либо инструмент, я вам сейчас покажу. То есть или он идет вниз, идет вверх и не доходит до верха, начинает консолидироваться и только потом идет. То есть это V-формация с накоплением, вернее без накопления, она скорее всего с первого раза не пробивает, а V-формация с накоплением внизу, она пробивает вверх. Так вот вот этого ни в одной книжке нет, ни в интернете, нигде этого нет. Очень важный фактор это отсутствие импульса, там где импульс должен быть. После пробоя должен быть импульс за счет стопов засаженных игроков. Если этого пробоя нету, то скорее всего будет ложный пробой. Особенно если было очень сильное накопление. То есть что это значит? Если вы видите, что есть очень сильное накопление. Инструмент сразу не выстреливает, потому что выстрелить он должен. Либо тусуется здесь вверху, либо начинает возвращаться назад, то это будет в чистом виде ложной пробой. Видите? Нигде нету слова паттерн. Нигде. Идем дальше. Зона зараженности. Очень интересно, тоже ни у кого в интернете этого нету, это когда впереди у инструмента есть очень сильная зона зараженности. Объясню. Смотрите. Вот здесь вот прямо над уровнем зараженности. То есть здесь стоит огромное количество лимитных игроков. Если инструмент пытается зайти в так называемую лонговую зону сюда, скорее всего с первого раза он не пробьет, потому что ему нужно накопить достаточно крупную позицию для того, чтобы пробить все эти лимитные ордера. Поэтому, если впереди в инструменте присутствуют вот как здесь зоны зараженности, скорее всего этот инструмент сделает так называемый ложный пробой и уйдет вниз. Так. Вот зона зараженности внизу. Экстремумы. Посмотрите внимательно. Когда инструмент подходит к своим максимумам, значит это усиливает сигнал для разворота. Никто не хочет быть первым. Видите? Так. То есть вы понимаете, экстремумы торгуются абсолютно по-другому. В экстремумах самая главная скорость и ближайшие уровни. Так. Идем дальше. Вот. Очень интересная вещь. Это особенно здесь. А если это выкупили, это вообще супер. Это задерги против тренда. Это задерги против тренда. Многие вообще из вас не знают, что это такое. Когда крупный игрок хочет выкинуть всех абсолютно ненужных игроков и забрать свои столбы. Смотрите внимательно. Вот это абсолютно важная вещь. Это отсутствие проторговки. Почему? Если инструмент торгуется очень близко к уровню, значит у этого инструмента есть очень сильный сигнал для того, чтобы идти. Важно. Быстрая скорость подхода к уровню. Вот это запишите. Это вам сэкономит кучу денег. Быстрая скорость подхода к уровню. Выравнивание. И самое главное, чтобы инструмент очень долго шел. Что это значит? Если энергия где-то и откуда-то приходила, то она обязательно должна будет куда-то выйти. Теперь давайте все сфотографируйте, запишите. И сейчас я вам покажу несколько картинок нарисую. Смотрите внимательно. Вы должны в первую очередь понимать картинку нарисованную. Если вы картинку нарисованную не понимаете, то вы не сможете торговать. Итак, в первую очередь смотрите. Самое главное, чтобы у нас был уровень. Это самое главное. Если уровня нет, то не о чем говорить. Чем дальше инструмент идет и больше, тем лучше для нас. Чем дальше инструмент закрывается от уровня, тем лучше для нас. Смотрите внимательно. Например, бывают такие ситуации. Вы часто видели, что инструмент делает такое движение. У него нет глубокого ложного пробоя. Он делает глубокий ложный пробой и обратно идет сюда. Так вот это движение уже ведет сугубо к пробою. Это чистый пробой. То есть в первую очередь вы должны себе написать инструменты, которые вы будете торговать и почему.